И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Это третье видео, которое я записываю за ночь. И в нем мы с вами поговорим о внеочередной, в данном случае, представительнице радикального армянства. Многие из вас ее знают, это Мина Хачатриан. В данном случае я не буду запускать видео, а просто произведу анализ того, о чем говорила данная особь женского пола. Не могу назвать ее женщиной, потому что честь женщины – это не только в сохранении ее нравственного отношения к противоположному полу, нераспущенности, но также и отношения к детям, к детям собственного народа, а также к своим собственным детям. Как можно говорить о несовместимости наций, если ты мать? Если ты прекрасно осведомлена о том, сколько существует метисов, людей, которые имеют в своем ДНК, в частности, турецкие и армянские корни, азербайджанские и армянские корни. Миллионы, миллионы людей, миллионы детей, которые были выращены в смешанных семьях. Как можно при этом продолжать говорить о несовместимости, то бишь практически говоря о том, что вот эти смешанные дети, ну мягко выражаясь, не люди. И это говорит женщина. Как же ее можно назвать после этого женщиной? Это особь женского пола. Но никак не женщина. Продолжая слушать ее рассуждения, она стала ужасаться тому, что все президенты, так называемые экс-президенты Армении, рано или поздно начинали говорить о необходимости налаживания отношений с Турцией. Необходимо, видимо, было начать еще с Львона Тарпетросяна, который говорил об этом первым. И собирался, даже если мне не изменяет память, в 89-м году и в 90-м году посещать Турцию. Еще в далеком 90-м. До начала все-таки основной фазы, кровавой фазы конфликта. Хотя конфликт уже был. Жертвы уже были. И жертвы уже исчислялись сотнями. Тем не менее, он говорил о необходимости контактов с Турцией. Со временем то же самое наблюдалось и со стороны Кочаряна, и со стороны Сержа. Это несмотря на то, что они участвовали напрямую в геноциде в Ходжалах, в убийстве женщин, детей и стариков. Тем не менее, даже они говорили о необходимости налаживания отношений с Турцией. И она этим возмущается. Ай-яй-яй, как это возможно? Ведь был совершен геноцид, массовое уничтожение, по ее высказыванию, армян. Ну, потому что Кочаряна и Серж, видимо, знали больше о том, сколько невинных турок и курдов погибло от рук армянских радикалов. Тех же самых женщин и стариков. Они прекрасно, скорее всего, осведомлены о том, как дашнаки расправлялись. Та часть дашнакства, которая присягнула большевикам над узбеками и казахами. В частности, в Фергане. В 1918 году. Они знали уж точно больше, чем данная Мина Хачатыря. И также они просто осознали, видимо, в определенный период своей жизни, что без соседей им не жить. Что Турция может решить проблему Армении за три дня. Ну, это если переначивать слова Маргариты Симонян. Помните? Киев за три дня. Только Турция реально могла бы это решить. И именно за три дня. Мина Хачатырян делает вид, что не понимает этого. Тем самым, так же, как и Владимир Пагасян подставляет миллионы армян под удар. В том числе, что самое страшное, я об этом уже говорил, детей. Ведь в момент боевых действий по неволе будут страдать дети. Дети будут терять родителей, терять жизни, терять здоровье. Потому что ракета не разбирает, убить военного или убить мирного. Не так ли? Помните, как армяне, обстреливая во время 44-х дневной войны, ранили даже свою армянку в Гяндже? Снаряд не разбирает. Он не может распределять нации. А так же пол. Мина Хачатырян. Владимир Пагасян. Я еще раз хочу, чтобы вы, дорогие мои, в кавычках дорогие мои, армяне задумались, к чему эти ваши эксперты толкают ваш народ. Прежде всего, я обращаюсь сейчас к родителям, которые имеют маленьких детей. Вы хотите продолжение? Вы готовы аплодировать высказыванием данных недоличностей? Как-то так, дорогие друзья. На этом я закончу данное видео. В следующем видео мы поговорим с вами о затулене. И о некоторых других умниках, в кавычках, и умницах. Не пропустите. Все будет еще интересней. Ну, а я с вами пока временно прощаюсь и приступаю к записи следующего видео. Не забудьте поставить лайки либо дизлайки, поделиться ссылками в соцсетях, пригласить друзей и знакомых. Ну, а мы продолжаем. Всем удачи. Удачи, дорогие друзья. Удачи. 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 Удачи.